Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня экс-сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, и привет всем нашим зрителям. Друзья, напоминаю, те, кто еще не подписан на Политеку, прошу подписаться и также призываю подписаться на авторский аналитический канал Сергей Жирнов в Ютьюбе. Ну что же, начнем. Есть о чем поговорить, есть что обсудить, как всегда. Есть информация о том, что после встречи Путина с лидерами фракции Госдумы, на которой присутствовал и Геннадий Зюганов, Путин решил вынести тело Владимира Ленина из мавзолея. Источники Кремля утверждают, что решение это якобы принято единолично Путиным. Некоторые собеседники откровенно шокированы таким жестом президента. Ходят слухи, что перед выборами Путин в ночное время даже посещал мавзолей. Однако подтвердить эту информацию на 100% нельзя. Собеседники уточнили, что исполнение решения Путина возложено на Сергея Кириенко. Он и должен подготовить свои предложения о том, куда и как будет правильным перенести тело Владимира Ильича. Интересно получается, Белгород обстреливают, людей эвакуируют, а у Путина больше нет ни забот, ни хлопот. Выноси тело Ленина. Вы знаете, я вам сообщу абсолютно сейчас инсайт. Это сделал я. Это сделал я. Потому что я последнюю неделю писал главу своей новой книги, в которой я выносил тело Ленина из мавзолея. Сегодня, буквально за полчаса до начала нашего эфира, я оттачивал главу проведения черной мессы 13 великими оккультными орденами в мавзолее вокруг тела Ленина, где было сказано, что есть старое предсказание всякими там шаманами, ясновидцами и попами, что пока тело Ленина не будет захоронено, Россия будет сталкиваться с жуткими совершенно несчастьями. И все, что происходит в последнее время в Российской Федерации, подтверждает это. И поэтому Путин боялся это сделать до проведения выборов, потому что у него по-прежнему есть коммунистический электорат, который очень держится за это тело. Но как только он провел свои выборы, вот теперь у него встает вопрос, потому что его шаманы в Шойгу и его попы с Кириллом сказали, что наличие кладбища на Красной площади ненормально для государства. И наличие незахороненной мумии сто лет основателя коммунистического государства и революции большевистской 1917 года, переворота, пока это будет продолжаться так, Россию будут преследовать несчастья, и Путина конкретно будут преследовать несчастья. И сегодня я дописывал эту главу, в которой представители 13 орденов говорили об этом, сказали, что Путин нас допустил в эту церемонию. Эта церемония реально произошла в столетии со дня смерти Ленина в Мавзолее. Их допустили. Для того, чтобы их допустили в страну, они заблокировали на 48 часов 10 триллионов долларов авуаров Путина и всех его подельников во всех офшорах и во всех незаконных каких-то местах, где лежат эти авуары. То есть на самом деле идет огромная оккультная борьба, и для Путина он понял, что это жуткая совершенно вещь, причем они ему произнесли анафему, последнее предупреждение, анафему, и сказали, что он ведет весь мир в опасность уничтожения человечества к третьей ядерной войне, на самом деле четвертой, потому что, в общем, мировая война третья уже прошла, это была холодная война с 46 по 91 год. Вот, и он всех толкает в эту войну, и все очень серьезные и страшные люди оккультные с ним решили бороться общими силами. И сегодня, когда вы мне это сказали, вот, понимаете, когда занимаешься оккультизмом, то нет никаких совпадений. Вот, понимаете, вот за полчаса до нашего эфира я закончил написание этой главы, и вы мне говорите вот такую новость. Я не знал ничего, я не был абсолютно в курсе. Вот, но понимаете, как это работает. Вот любое, ну, то есть на самом деле, люди, конечно, не очень доверяют таким вещам, но на самом деле есть какие-то материи, которые не поддаются законам физики, которые не поддаются законам такого нашего земного разума, вот, но которые работают. И по этим законам есть такое понятие, как материализация желания или материализация мыслей. То есть когда очень много людей очень серьёзно думают о чём-то одновременно, то происходит материализация. И на этом, кстати, построены все мессы, вот все службы церковные и так далее, когда собирают просто много людей. Причём это ведь не просто делается. Вот посмотрите, если вы посмотрите очень внимательно на то, как делаются эти обряды, то вот все церковные обряды – это песнопения, это какие-то речитативы, это определённое звучание, плюс, значит, там церемонии и так далее. И всё это происходит таким образом, чтобы соединить волю всех людей, которые в данный момент находятся в этом месте, в одно единое целое, и послать куда-то там сигнал. Кстати, Российская Русская Православная Церковь, когда она упорствует в своём отказе перейти на Григорианский календарь, это тоже мистическая вещь, потому что она таким образом не хочет, чтобы, допустим, на Пасху или на Рождество, вот на Рождество, например, чтобы и её сколько-то миллионов людей присоединялись к единой молитве, которая проходит во всех церквах по всему миру. Так что в этом смысле спасибо, Вадим, за это сообщение, оно меня очень порадовало. И вот я вам рассказал, как это всё дело произошло. То есть это всё дело… Вот поэтому Путин, кстати, очень боится меня, меня лично боится, очень сильно боится. А ещё боится ещё одного человека, я не буду его называть, но он в интернете иногда присутствует. Ну, так сказать, прозрачно намекнул, к Марку Фегину он ходил пару раз. Люди, которые понимают, они знают, о чём речь идёт. Вот, Путин этого страшно боится, потому что на самом деле Путин абсолютно неверующий человек, но он очень боится оккультики, он очень боится оккультизма. И он знает, что в 2014 году у него всё идёт плохо. Вот до 2014 года в течение практически 25 лет у него был период, когда у него всё удавалось. Вот вы знаете, я тут для какого-то канадского канала или бельгийского, я уж не помню, или французского, я запутался уже в своих интервью. Я им говорил, что вот когда Путин познакомился с Собчаком по-новой, да, и когда попал в его команду, у него получилась такая пруха, которая вообще редко бывает у какого-то одного человека. Вот, понимаете, это точно так же, как если бы он каждую неделю выигрывал, допустим, там суперприз на какой-нибудь там лотерея евромиллион. Вот у нас там есть такая лотерея по всей Европе, ну, там максимум 200 миллионов, ну, вот можно выиграть. И вот есть какие-то люди, которые время от времени там раз в 6 месяцев, там раз в 8 месяцев выигрывают эту штуку. Вот Путин этим занимается 25 лет. Такое впечатление, что он каждую неделю выиграл евромиллион каждую неделю. Но с 2014 года всё, его покинули силы, значит, которые его охраняли. Они действительно его охраняли, то есть действительно у него почему-то шла огромная пруха. Здесь очень сложно сказать, почему такая пруха шла у такого страшного человека. То есть с одной стороны у такого ничтожного человека, и с другой стороны у такого страшного человека. Но вот с тех пор у него идёт абсолютная непруха. И вот даже генерал СВР Валерий Дмитриевич Соловей рассказывали, какие он там вещи делал с Шойгу. Вот, кстати, Шойгу поэтому у него является таким фаворитом, потому что он выходит из Тувы, там у них есть шаманы, и Путина, значит, возят к этим шаманам время от времени. Весь Кремль, кстати, занимается мистицизмом последние 10 лет со страшной силой. То есть вот всякие там оккультные дела в самом Кремле, вокруг него, в ФСБ, во всех спецслужбах, все олигархи, они все помешаны на оккультизме, все абсолютно. И поэтому они очень сильно боятся всего этого дела, потому что они знают, что на самом деле эта штука работает. И те шаманы, которые нашаманили Путину перед войной, ну, на самом деле он сам дурак, потому что, говорят, там, значит, такая история была, они там чего-то там накурились, и сказали, князь Владимир победит, когда пойдет, ну, когда начнет войну, там, или что-то в этом роде. И Путин обрадовался, ну, он князь Владимир, значит, царь Владимир. Другое дело, что он забыл, что Владимира Зеленского тоже зовут Владимир, и что он сидит в Киеве, и что он является киевским князем Владимиром. То есть есть царь Владимир в Москве, и есть князь, великий князь Владимир Зеленский в Киеве. И этих шаманов, говорят, четырех шаманов, которые это Путину произнесли, их четырех убили обезглавливанием. Сергей Олегович, очень неожиданный, крутой поворот, феерическое начало нашего сегодняшнего разговора. Даже нет слов, сложно эти слова подбирать. Правильно ли я понимаю, если тело Ленина все же вынесут из мавзолея, мы должны будем вам сказать спасибо? Ну, если скажете, то спасибо, без разницы. На самом деле, это, знаете как, это вещь, которую почему-то... Вот вы знаете, в Российской Федерации есть 140 миллионов людей и огромное количество идиотов, которые просто не понимают, что символы, есть некие символы, которые просто нельзя нарушать. Вот, допустим, в случае с Навальным они почему-то очень быстро поняли, что тело Навального надо отдать матери и что тело Навального надо похоронить. Потому что вот если бы они его не отдали, если бы не было похорон, вот тех, которые мы видели, то для них было бы в этом году еще все хуже. Я вам напомню еще одну штуку, оккультистскую. Вот давайте мы сегодня тогда поговорим на такие философские темы, поскольку они нас касаются. Значит, есть такая еще наука, замечательная астрология. Можно по-разному к ней относиться, нравится, не нравится, это без разницы. Но астрологией люди занимаются там больше пяти тысяч лет. Изучают звезды, смотрят, как они движутся и пытаются выяснить, влияет ли как-то движение планет и звезд на нас самих. И, в общем, во всех странах, во все времена люди признали, что, скорее всего, влияет. То есть, это не прямое влияние, но некоторое влияние есть. Так вот, в этом году у нас происходит абсолютно страшная вещь. Планета Плутон, есть такая маленькая планета Плутон, за 5 миллиардов километров от Земли находится она. Она, значит, движется по земному, по небесному, значит, кругу и проходит через все знаки Зодиака. 12 знаков Зодиака. Вот сейчас она выходит из знака чего-то там в Водолей. И обычно, когда это происходит, вот когда Плутон заходит в знак Водолея, то происходят страшные вещи на Земле. Он обычно полное обращение через все знаки Зодиака у Плутона проходит через 246 лет. У него очень длительная, большая орбита, длинная. И, как правило, в каждом знаке он находится от 12 до 27 лет. Вот в этом году, 19 ноября, он зайдет на 22 года в знак Водолея. И последний раз, когда это происходило, это происходило в 1778 году, по 1798 год, произошла Великая Французская революция, французы на Гиатине убили Людовика XVI и Марию Антуанетту, затем был большой террор во Франции, в Соединенных Штатах Америки была война 13 штатов за свое освобождение, ну там и так далее, и тому подобное. А буквально за два года до этого, в 1776 году, некий Адам Адам Вайсхалп в Баварии создал Великий Орден Иллюминатов. И понеслась акультика, магия и прочие всякие штуки. Вот. Так вот, представляете, что было в 1788-1998 году, последний раз, когда Плутон заходил в Водолей, вот с 19 ноября этого года это будет по 2066 год на нашей планете Земля. Вот. И поэтому, кстати, все эти 13 орденов, среди которых иллюминаты, масоны, тамплиеры и еще куча всяких орденов, которые не хотят, чтобы их называли, вот, они говорят, что это будет очень опасная вещь, и они совершили такую вот, значит, церемонию, против Путина, в которой они, грубо говоря, сказали так, что если ты не поймешь, что надо что-то делать позитивное, то тебя ждет жуткое совершенно будущее. Тебя самого, твою страну, весь твой народ, всю твою армию, всех твоих олигархов, всех твоих спецслужбистов, всех абсолютно. Вас ждет жуткое совершенно будущее, начиная с нынешнего дня. И это место было проведено на столице смерти Ленина вокруг его мумии непохороненной. То есть, с мистической точки зрения, это абсолютно страшное мероприятие прошло в Москве, и Путин страшно испугался этого дела, он жутко испугался этого дела. Вот и поэтому он и решил быстренько захоронить Ленина. Я попробую запомнить и не забыть эту ключевую дату 19 ноября 24-го года. А по поводу материализации мысли, ну, миллионы людей мечтают, чтобы Путин прилег возле Ленина и заснул вечным сном, но пока как-то не получается, не выходит. Потому что вот эти люди, которые занимаются всякой акультикой, они говорят, что Путин это функция, это не человек. И это, кстати, не понимает генерал СВР Валерий Дмитриевич Соловей, который нам говорил, что вот там он умер 26-го октября, теперь там двойник. Я вот пять месяцев пытаюсь объяснить, а также их последователям, что совершенно не важно, кто умер, кто и кто живет и кого мы видим. Важна функция. Функция управления государством вот этим государством, которое, кстати, у которого есть какое-то предназначение. И вот за этой функцией с оккультистой точки зрения стоят тоже сильные силы, большие силы. Ну, грубо говоря, там, я не знаю, там, дьявол, который за ними стоит. За них ведь молится вся русская православная церковь во главе с Кириллом. А это дьявольская церковь, это церковь, которая благословляет людей на убийство, это церковь, которая благословляет людей на уничтожение братьев по этносу, русские, украинцы, белорусы, и по религии. Да, они, она благословляла на уничтожение православных грузин, на развал крестьянской Армении, на убийство православной Украины и так далее и тому подобное. И Путин, который последнее время, я, кстати, мы с вами смеялись много раз, я вам там иронически или даже соскастически говорил, что Путин себе сделал обрезание, и за ним еще стоят мусульмане-исламисты, за ним стоит Кадыров, за ним стоит Талибан, за ним стоят хуситы, за ним стоят всякие иранские мулы. Вот, то есть, понимаете, вот если брать всю эту мистико-религиозную канву, то за этой функцией Путина стоит очень много разных сил, тоже сильных сил. И когда два лагеря, ну, грубо говоря, там, исламистов-сатанистов и христиан и иудеев, например, они никак друг другу победить не могут, это продолжается уже несколько тысячелетий. Вот, поэтому вот поэтому и так получается, что вот он не загибается, потому что за него, вы говорите, что за него там много-много молятся, чтобы он помер, но одновременно каждое воскресенье во всех церквях РПЦ и в том числе, кстати, на территории Украины произносится здравиться за Путина в церквах и за патриарха. По-моему, в России еще существует монастырь, женский монастырь, где монахини молятся за Путина круглосуточна уже на протяжении многих лет? Вполне возможно, вполне возможно, и не один, кстати, может быть, там несколько, то есть вся РПЦ это дьявольская церковь, и она вся за него молится. Когда может быть принято? В России есть настоящие верующие, которые, кстати, в РПЦ ходят очень мало людей. Вы знаете, что в РПЦ ходят от силы 5% населения Российской Федерации. От силы. То есть, на самом деле, вот это миф тоже, что они все там православные такие, потому что там есть православные, но там есть православные, которые не ходят в эту церковь. Есть православные, которые исповедуют старовецкие обряды. Вот, есть православные, которые просто сами обращаются к Богу напрямую, им не нужно не ходить ни в какую церковь, потому что с Богом вы можете общаться напрямую, потому что, знаете, это вот заблуждение очень большое, большого количества людей, что вот к Богу надо куда-то там вот смотреть в космос и куда-то там, я не знаю, задирать глаза далеко-далеко и смотреть, я не знаю, там на Альфа-Центавру, чтобы добиться, достучаться до Бога. Бог в каждой вашей клетке, вот для тех людей, которые верят, Бог в вас, то есть вам даже не надо ничего произносить, вы просто можете подумать и Бог это уже услышит, если вы захотите, если вы это верите. Вот, и поэтому здесь вот такая штука, не надо ходить в дьявольскую церковь, не надо ставить там свечки, не надо отдавать этим попам, красным дьяволятам, Кирилла, отдавать им деньги какие-то, не надо ходить туда, потому что вы можете общаться с Богом напрямую. Когда может быть принято решение о выносе тела Ленина из мавзолея в апреле, если мне память не изменяет день рождения Ленина, возможно, такой подарок Путин сделает останком, такой подарок будет от Путина Ленину? Это было бы логично, то есть было бы логично на день рождения Ленина, прямо сразу после дня рождения Гитлера, значит, перенести его тело, и самым логичным местом было бы для него захоронение в Симбирске, то есть у них наверняка там есть какой-то семейный склеп, или семейное место какое-то на кладбище в Симбирске, которое назвали Ульяновск, вот, и, кстати, пока Ульяновск не будет переименован обратно в Симбирск, это, кстати, проблему не решит, пока все памятники Ленину не снесут, вот, то есть на самом деле это только первый шаг, потому что это самое-самое главное, потому что дальше надо вынимать все могилы, которые находятся на Красной площади, всех переносить в нормальные кладбища, пока находятся кладбища на Красной площади, это проклятие мистическое над Россией не исчезнет абсолютно. Кстати, Сергей Олегович, мы на Политеке достаточно часто записываем эфиры с известным украинским политическим и экономическим аналитиком Олегом Соскиным и на протяжении многих лет он говорит следующее, пока не будет уничтожен Мавзолей, а он его называет Загуратом, война не закончится, война не завершится. Я могу тоже подтвердить это дело, то есть в любом случае тело Ленина должно быть захоронено, тело Сталина и прочих всех тех, потому что за Мавзолеем находятся могилы, то есть находятся могилы с памятниками, там Сталин первая могила, и там дальше я уж не помню, кто там десяток могил находится, а потом еще есть урны с прахом многих людей в Кремлевской стене, вот это такое кладбище большое на границе. Мавзолей тоже, я не предлагаю его разрушить, я предлагаю его разобрать и потом его перенести в мемориал диктатуры коммунистической где-нибудь, и туда собрать все памятники Ленину, и туда собрать все памятники Светлоу, Марксу, Дзержинскому и прочим всяким вождям коммунистическим, потому что вы знаете, это нужно иметь, желательно вообще их поставить вот такой в ряд, вы знаете, как у китайцев вот есть такие, такая, значит, могила императора, где были глиняные фигуры в полный рост воинов, вот это является такой достопримечательностью, вот был бы хорошо такой мемориал где-нибудь создать в Подмосковье, вот, где вот просто собрать все эти памятники, и чтобы они жутким рядом, рядом, рядами стояли, значит, и показывали, как это было в советское время, как это было при Сталине и так далее, но в Российской Федерации в этом смысле очень ей далеко еще от очищения, потому что кроме вот того ленинского наследия, о котором мы говорили, они же все благотворят Сталина, да, теперь Сталину новые памятники начали ставить, какой-то там крен с горы у себя памятник поставил на огороде, вот, но это очень смешно, потому что он дурак, конечно, потому что получил, что Сталин у него пугало на огороде, да, значит, он пугает ворон и, значит, и народ, вот, но пока в головах живы эти, эти, эти образы, эти жуткие совершенно люди, и пока, кстати, в Российской Федерации не пройдет настоящий суд над коммунизмом, над коммунистической партией, который не состоялся, то есть попытка была там вот на стыке между Гельцином и Горбачевым, да, на выходе из Советского Союза, на самом деле этого не произошло, пока не произойдет иллюстрация, кстати, полностью иллюстрация всех чекистов, включая нынешних всех, вот, и вообще, вот, в моей книжке у меня там очень много вещей написано, написано, например, что по у меня, я убиваю Путина в этой книжке, вернее, не я его убиваю, ну, я автор, конечно, но на самом деле его убивает история, то есть в этой книжке, вот я вам расскажу, поскольку это по-русски, она по-французски, я о французам и не стал бы рассказывать. С нетерпениями не только я жду выхода этой книги. Вот, ну, вот, еще бы вы узнали, кто организовал его убийство, вот тогда вы упадете просто с кресла, вот, но это я вам рассказывать не буду, потому что все-таки надо оставить какую-то, какую-то затрату. Давайте без спойлера, Сергей Олегович, давайте без спойлера, рано или поздно, ну, наступит этот день, наступит это время, но думать нужно уже сейчас. А что делать будем с телом Путина? Его тоже надо будет похоронить в Сибири, там, где у него настоящая родина, где его мама была настоящая, да, вот, которая недавно померла в возрасте 90-95 лет. Можно его, кстати, в Грузии похоронить, где он жил там первые свои годы, вот, недалеко от горя. Но, видите, если вы в Грузии его похороните, то получится такой мемориал Сталина Путина, вот, а это очень, очень нехорошая вещь. Нет, на самом деле, его надо, конечно, в Сибири похоронить, вот, Сибирь, это для него законное совершенно место. Желательно, чтобы он в Гааге сначала там посидел несколько лет, вот, а когда он помлет, то его в Сибирь, вот туда, где он родился, по-настоящему, этот самый Путин, вот, и пусть там в Сибири он и покоится. Прекрасно. Сергей Олегович, по поводу Белгорода, Россия начала переброску сил с фрота, чтобы оборонять город, командование российское, передислоцирует часть армии для обороны Белгорода из-за частых атаки обстрелов, рассказал агентство Bloomberg, источник близкий к Кремлю, с начала марта Белгородская область подверглась регулярным обстрелам и атакам со стороны диверсионно-разведывательных групп, на данный момент не менее 20 человек погибли и около 100 получили различные ранения. В Белгородской области об этом стало известно, в четверг выставляют блокпосты в ряде приграничных с Украиной населенных пунктов, ограничивая в них въезд, об этом сообщают местные власти, ну а Путин, Путин в свою очередь поблагодарил жителей Белгородской области за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей. Вы знаете, до этого он ездил на коллегию ФСБ, на заседании коллегии ФСБ, где он говорил, что наши там пограничники, значит, героически выполняют свой служебный долг и отлично совершенно защитили Белгородскую область от предателей, которые работают там на Украине и так далее. И дальше он сказал такую классную фразу, как это и следовало чекистам и как, значит, они уже не раз доказывали свою преданность и свою возможность защиты идеалов Родины. И в этом смысле я начал гомерически смеяться, потому что, если вспоминать про чекистов, то как раз именно чекисты не выполнили основной своей задачи защиты коммунистической Родины, потому что их при Горбачёве расформировали в октябре 91-го года. Они, кстати, когда их расформировали, должны были во исполнение присяги принесённой Коммунистической партии Советского Союза взять своё оружие и поднять бунт, путь чекистский, чтобы защитить СССР и, значит, себя и Коммунистическую партию Советского Союза. Ничего этого они не сделали, и Путин, кстати, первый ничего этого не сделал. Вот тогда был подполковником КГБ, вот он нарушил присягу. То есть на самом деле предатель Путин с точки зрения коммунистической идеологии приехал в ФСБ, где сидят такие же предатели, как и он, и он говорит, я вас благодарю за хорошую работу, как вы уже не раз предавали уже Родину, вот, значит, вы теперь точно так же её предавать будете в следующий раз. То есть вот это очень смешно было. К сожалению, не все понимают эти тонкости, не все знают историю, не все помнят историю, что Путин, на самом деле, кстати, вот по этому поводу, знаете, когда вот его там сравнивают со Сталином и говорят, что, значит, вот он там похож на него или что-то там делает, как Сталин. Я написал давным-давно, лет 15 назад статью, в которой написал, что если бы Сталин вернулся, то первое, что он сделал, он бы Путина расстрелял как предателя. Потому что Путин руководит государством капиталистическим, в котором вообще нарушены все идеалы сталинизма, на самом деле. Вот и Сталин, безусловно, бы его бы расстрелял. Кстати, Сергей Олегович, как совершенно справедливо написал в своем телеграм-канале Майкл Наки, на это практически никто не обратил внимания, я уверен, что вы обратили, уничтожен первый населенный пункт на территории России за эту войну, а именно Козенко, приграничное село, уничтожено, как и все, в этой войне российскими войсками. Кстати, об этом писал и Юлиан Рёбке, ведущий, военный обозреватель немецкого издания Бильд, спустя два года и месяц трудневной специальной военной операции, так называемой, с лица земли стёрт первый российский населённый пункт. Чем дольше Путин продолжает военную агрессию, чем дольше Россия пытается уничтожить Украину, тем выше вероятность, что не последний. Да, естественно. Это, кстати, не первый пункт российский, строго говоря, если говорить о том российском, в смысле широком, потому что Путин уничтожил в своё время Грозный, снёс с лица земли, стёк с лица земли Грозный. Да, понятно, что это столица Чечни, но всё-таки Чечня была субъект Российской Федерации, то есть это был российский город, вот, и несколько населённых пунктов чеченских точно так же было снесены с лица земли. Вот, теперь в этой войне это всё дело продолжается, и это, кстати, я давно говорю, что Путин на самом деле является самым главным агентом НАТО и иностранного Запада, потому что он своими руками и вашими руками украинскими уничтожает российское население, причём уничтожает в больших объёмах, гораздо больше, чем делали всякие там, ну, знаете, как Сталин уничтожил гораздо больше русских, чем Гитлер. Вот, это старая история, известная всем история, через ГУЛАГ и через всякие чистки. И, кстати, в той же самой войне, потому что, когда он вёл Великую Отечественную войну, так называемую, против нацистов немецких, то он её вёл такими методами, что, вот, допустим, люди военные, которые говорили, если бы эту войну вести нормальными методами, то никаких 20 миллионов жизней не положили бы. Да, можно было бы там потерять 5 миллионов, но не 20. Вот, значит, 15 миллионов уничтожил Сталин немецкими руками, но Сталин, потому что он, вот, под Ржевом, например, отдавал приказ в течение полутора лет вести какое-то наступление, и там уничтожили миллион 200 тысяч человек, вообще ни за что, вообще это стратегически никакого значения не имело. Вот, Сталинград никакого значения военного не имел, он имел только своим названием, и поэтому за него бодались, там, упирались рогом, потому что это название Сталин, да, вот, если бы он не назывался Сталинград, то по военной науке надо было бы отойти, там, на 150 километров на восток, в Сибирь, в сторону Сибири, вот, и все, и они, там, эти немцы, там, от мороза, от голода подохли бы в этом Волгограде, или там, как бы он назывался по-другому, вот, но поскольку назывался Сталинград, то, значит, вот за него бились, и не смотрели, сколько, сколько людей погибло, то есть, на самом деле, Путин, конечно же, самый главный человек, который уничтожает собственное государство, уничтожает собственный народ, уничтожает, он уничтожил свою экономику, он уничтожил свой Газпром, он уничтожил всех своих клиентов и поставщиков иностранных, которые обеспечили ему, кстати, богатство, и так далее, и продолжает это делать, то есть, в этом смысле, я давно уже говорил, что ему все западные люди должны, в частности, он возродил, например, НАТО, да, и он добился того, это Путин добился того, что два новых члена НАТО, Швеция и Финляндия, вступили в эту организацию в ускоренном темпе, вот, и за это НАТО должно ему дать огромную медаль за, значит, врагу НАТО, за великолепный вклад в развитие этой организации, вот, точно так же, как он, ну, это жуткая, совершенно парадоксальная, конечно, вещь, которая очень сложно слушать украинскому уху, но он сплотил украинскую нацию, так, как она никогда не была сплочена до этого, вот, украинская нация себя осознала как нация именно благодаря Путину, я говорю, благодаря, а не из-за Путина, да, вот, несмотря на все страхи, несмотря на все смерти, несмотря на все, на все разрушения, которые есть, украинцы никогда не были более сплоченной нацией, чем сейчас во время войны против Путина. тем временем власти Грайверона призвали жителей эвакуироваться, а по поводу вероятного агента НАТО Путина, Андрей Дуда говорит о том, что агент НАТО Путин собирается напасть на НАТО в 26-м году. У него такие планы есть, но это, вы знаете, это поживем, увидим, да, потому что вспомните начало нашей передачи, и мы бы еще до 26-го года дожили, вот, и так далее. И потом, на самом деле, вы знаете, Путин, у Путина, судя по всему, задача, вот если вы очень внимательно проанализируете то, что он делает, то, что он делает, это на самом деле полное самоубийство. Вот политически ничего другого кроме самоубийства Путин не делает, то он убивает себя, свой собственный режим, свою страну, свой народ. И вот, если взять, предположить, что в его каком-то жизненном гене записано уничтожение, вот это, то он идет очень последовательно, и в этом смысле он не остановится ни перед чем, пока его не убьют, пока его не убьют, и пока его не победят. Потому что у него такое задание разрушить разложить Российскую Федерацию изнутри, уничтожить ее. Он в этом очень сильно преуспел за последнее время, за два года. Значит, уничтожено практически 400 тысяч населения российского, искалечено еще столько же там полмиллиона или даже 600 тысяч, а может даже и 700 тысяч, разрушена экономика и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, вот видно совершенно, что жизненное задание Путина было, у него было разбито на два этапа. Первый этап был до 2014 года, это возрождение этой страны, и если бы он продолжил поэтому, то есть лучше всего, конечно, было бы, если бы Путин не вернулся в 2012 году, потому что тогда бы был бы Медведев, и тогда бы Россия пошла бы по демократическому пути, потому что Димон Айфончик, в общем, очень был такой прозападный человек, несмотря на войну, которую он по заданию Путина и по приказу Путина развязал против Грузии, но там его довольно быстро сказали, что типа, ну давайте перезагрузимся, потому что это была такая ошибка компьютера, как это называется, критический сбой компьютера, и тогда по законам, значит, компьютерным законам надо было перезапустить операционную систему, и Обама занимался тем, что он перезапускал операционную систему с Медведев. Вот, но дальше проблема заключалась в том, что пришел Путин, а Путин – это глобальный вирус в операционной системе Российской Федерации. Вот, и он не может ничего делать другого, кроме как уничтожать саму эту операционную систему. Причем это вирус очень мощный, потому что за ним, как мы говорим, я вам говорил, стоят очень сильные исламистские силы террористические, очень сильные, значит, псевдоправославные сатанистские церковь РПЦ, и на самом деле они занимаются тем, что ведут всю планету Земля к уничтожению вообще силоведческой цивилизации. Это вот глобальная вообще вещь, которая сейчас стоит на повестке дня. И вот, как люди вокруг Путина, как люди на Земле, которые руководят государством, это не поняли и не понимают, это очень удивительно. Вот отсюда, кстати, время от времени, последнее время, вот, если вы заметили, практически все спецслужбы европейские написали о том, что да, у Путина есть планы нападения на НАТО. Вот если бы об этом написал, я не знаю, там какая-нибудь желтая пресса, но условно говоря, я теперь потроллю немножко, если бы об этом сказал генерал СВР с Валериями Соловьем, то мы бы посуялись бы, сказали бы, ну, в очередной раз они там троллинг какой-то устраивают. Об этом сказали все разведки, французская разведка, английская разведка, американская разведка, немецкая разведка, датская разведка, финская разведка, эстонская разведка, польская разведка, все сказали абсолютно в один голос, то есть у них у всех явно совершенно одинаковые вещи, точно так же, как вы помните, недели две или три назад все те же самые разведки сказали, что Путин собирается чего-то запускать ядерное в космос, да, и вот когда все так говорят, это значит, у кого-то есть информация, это не просто слухи какие-то, вот, то есть в этом смысле он абсолютное зло земное, то есть, суть по всему, в общем, конечно, Российская Федерация является сейчас такой страной, сатанистской дьявольской церкви, значит, культа мамонной, культа дьявола, который занимается вообще глобальным уничтожением всей цивилизации на планете Земля. Давайте, Сергей Олегович, также обратим внимание на те слова, которые произнес руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, потому что многих действительно взбудоражила информация о том, что Франция уже готовит отправку первых двух тысяч военных, и как пишут источники, утверждают, ситуация намного серьезнее. СВР совместно с военными подготовили доклад о том, что уже в этом году в Украине могут оказаться до 40 или до 50 тысяч военных из стран НАТО. Это могут быть французы, британцы, поляки, прибалты, американцы и даже турки. Вот, предположим, что такой доклад положили на стол Путин. Он прочитал, он ознакомился. Как мог отреагировать? Все, ну, дальше отреагировал так, как он отреагировал 29 февраля, так как он отреагировал последних интервью. Все, что он сказал, это вот на основании этого доклада. И они закручивают друг дружку, потому что Нарышкин, ну, Нарышкин ноль, абсолютно такой, абсолютный мудак, извините меня за выражение, по жизни, вот, который... Мы его видели, этого Нарышкина, 21 февраля. Вот Нарышкин, 21 февраля, это вот настоящий такой Нарышкин, блеющее, блеющее ничтожество, которое занимает, значит, пост, который ему, значит, позволяет надувать щеки и говорить, что у нас там вот секретные какие-то данные. Все эти секретные данные, я работал в этой разведке, я знаю, как их из пальца высасывают, берут газету Монт или Фигао, значит, отрезают шапку и пишут дальше последним из секретных источников, близких к Елисейскому дворцу, стало известным и дальше переписывают статью газеты Фигао или Монт, или там Вашингтон-Пост, или там, я не знаю, Нью-Йорк Таймс и Уолл-Сит-Жернал. Вот, и поэтому они друг дружку, значит, поджуживают. Вот, ну, то, что на вашей стране работают, воюют добровольцы, французские, это давно известно, никого секретным не является. Невоенная тайна, да. И никакая не военная тайна. Правда, они их почему-то называют наемниками. Вот наемники – это Вагнер. Вот наемники Вагнер воюют в Африке, русские наемники Вагнер. И Путин, кстати, признался в прошлом году, он говорит, да, у нас есть такая организация, которая, кстати, незаконна, она нигде не зарегистрирована, но я ее финансирую из государственного бюджета. Вот это называется наемничество. Да, вот это наемники. Вот. А французские добровольцы есть, да, добровольцы есть. Вот. Но, в общем, Запад сейчас просыпается, и это, в принципе, довольно хорошо, потому что Запад 75 лет спал. Пора просыпаться и вставать со своих теплых кроваток. А по поводу вероятной поездки Путина к Си Цзиньпиню в Китай в мае 24-го года. Вот. Что вы думаете об этой поездке? Какие вопросы могут обсуждаться на фоне того, что крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие транзакции клиентам? Об этом рассказал генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин? Вы знаете, это здесь ничего необычного нету. Просто какие-то, опять же, идиоты, которые не в курсе того, как строится внешняя торговля мировая, они понимают, что Китай – это фабрика мира. И Китай получает деньги до тех пор, пока весь мир у него заказывает изготовление каких-то товаров дешевых, которые потребляются в западном мире. Без западного мира Китай умрет за шесть месяцев. У Китая очень сложная сейчас ситуация внутренняя. У него есть, конечно, теперь внутренний потребительский рынок, но этого рынка недостаточно, чтобы быть мировой державой. Ну вот, ему нужна обязательно международная торговля. А Китай сам собственными руками потихонечку убивает эту международную торговлю. Американцы ему напомнили, что вообще-то они могут, конечно, надувать щеки китайцам, но мировыми валютами, по-настоящему мировыми валютами являются только две. Доллар и евро. Никакие другие валюты мировыми валютами не являются. Просто не являются. И поэтому, когда Путин с Си Цзиньпинем и с Моди говорили, что нам надо переходить на наши национальные валюты, то это было понятно для китайцев. Потому что переход на юань для Российской Федерации означал, что все, что вы зарабатываете в Китае, продавая туда свое сырье в юанях, не может быть использовано для покупки ничего другого, как только в Китае. То есть вы таким образом, с одной стороны, по дешевым ценам поддерживаете экономику Китая, снабжаете ее сырьем. А с другой стороны, покупаете у нее ее товары. То есть вы поддерживаете ее рабочую силу, ее экономику и убиваете свою собственную. Вот и Путин в этом смысле идеальный человек для Китая. Потому что это человек, который поставил Российскую Федерацию в полную зависимости от Китая. Потому что вот так, в принципе, все страны занимаются попытками того, чтобы навязать свою валюту и навязать свои товары. Но когда вы выстраиваете внешнюю торговлю, то вы делаете так, что у вас есть не один какой-то клиент и поставщик, а много клиентов поставщик. То есть вы раскладываете яйца в разные корзины. И вот когда вы их раскладываете в разные корзины, тогда у вас более-менее сбалансированная торговля получается. Потому что там, где вы проиграли в одном месте, вы выиграете в другом и так далее. Путин убил всех своих клиентов и поставщиков на западном мире. Таким образом, у него ничего не осталось, кроме Китая и Индии. Все. Куда ему еще ехать? Конечно. И больше того. И Китай это прекрасно понимает. Но одновременно Китай его будет принимать, потому что он просто ему будет его заставлять снижать цены на его сырье, чтобы покупать его еще дешевле российское. И продавать ему очень дорого китайские товары. Вот зачем Путин поедет в Китай? Не совсем другим. Ну, а дальше там будет у них как бы разговор такой, что типа давайте поддерживать. Но вы же понимаете, что страна, в которой полтора миллиарда населения, которая является ядерной державой, у которой в принципе немножко меньше территории, чем ей нужно было бы для этих полутора миллиардов. Хотя на самом деле у нее тоже есть, допустим, весь, практически половина запада Китая. И северо-запад Китая, скажем так, большой кусок северо-западной Китая с очень довольно низкой плотностью населения, ну потому что там еще горы есть какие-то там померзкие и так далее. Вот. Но они постоянно смотрят в сторону России, потому что для Китая есть, по крайней мере, миллион квадратных километров земли, которые они считают своим, но который по недоразумению находится с 1858 и 1860 годов на территории Российской империи тогдашней, а теперь Российской Федерации. То есть в этом смысле Китай понимает, что у Путина нет никакого выбора. Но выбора и у Китая тоже нету на самом деле, потому что вот все, что вы сказали про китайские банки, можно то же самое сказать сейчас про турецкие банки. Скоро мы скажем все это про центрально-азиатские банки, про казахские, туркменские, таджикские и так далее. Потому что пока, если они хотят зарабатывать что-то в долларах и в евро, им придется делать санкции, им придется соблюдать санкции западные против Российской Федерации. Вот и рано или поздно это все придет, или они просто умрут, или они просто будут торговать своими деревянными рублями на свои деревянные там, я не знаю, юани и прочие всякие. Вот как Россия продала на 32 миллиарда долларов в эквиваленте на рупии индийские, теперь не знают, что с ними делать, потому что лежат эти 32 миллиарда, купить в Индии ничего нельзя. То, что могли либо купить, потому что у Индии есть хорошая электроника на самом деле, Индия большая космическая держава, то есть она на самом деле могла бы что-то России продать. Но Индия не хочет ей продавать это. Она готова продавать там чай какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь там сладости, какие-нибудь там пряности и так далее. Но на 32 миллиарда купить пряностей, это, ну, что вы с ними потом делаете, делать будете? Рассыпать перец, лук и чеснок там по Сибири, по, я не знаю, там по тайге, нафига это нужно-то? То есть в этом смысле у Путина нет никакого выхода. И самое главное, что у него, он сам загнал себя в угол, а страны, которые ему открыли, приоткрыли свою дверцу, они очень рады этому делу, они говорят, да ради бога, мы же понимаем, что он находится в безвыходной ситуации. Кстати, Сергей Олегович, пока не забыл, как вы думаете, а зачем и почему российские средства массовой информации на этой неделе распространили фейк по смерти его величества короля Чарльза Третьего? Ну, это такая глупость просто, это просто глупость, такая низкопробная глупость, потому что это, в общем, есть какие-то вещи, ниже которых нельзя опускаться. Вот, но вы же понимаете, что… Ниже ватерлиния, как говорят, да. Это вот ниже ватерлиния, вы знаете, это ниже ватерлиния в сортире, то есть вот ниже очка, вот, да, вот, когда вы там сидите в таком городском сельском сортире, то там очко такое, значит, из досок, а вот ниже него ватерлиния, вот они туда опустились, вот. И понятно, что у Путина нет никакой репутации, понятно, что у Соловьева, Скамейкина и там и прочих всяких пропагандистов российских, нет никакой репутации. И поэтому они вот просто, ну, ну, все, им же нужна какая-то популярность, их же перестали смотреть, значит, надо что-то такое придумывать каждый раз, какое-то новое. Это, ну, это просто гнусность так, с человеческой точки зрения, да. А даже с медитной точки зрения это просто глупость, потому что, в общем, они сами себе отбивают последние почки у своей репутации. И в завершении нашего сегодняшнего разговора одна из самых, пожалуй, обсуждаемых новостей. Российский миллиардер мог инсценировать смерть, чтобы не сесть в тюрьму. Генеральная прокуратура России назвала инсценировкой заявление о смерти бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства, сообщает надзорное ведомство. Информацию о кончине так называемого «крабового короля» сообщили представители ответчиков в арбитражном суде Приморского края, где рассматривается иск прокуратуры о взыскании почти 400 миллиардов рублей из Кана и другого бизнесмена. Согласно этой информации, Канн скончался 14 февраля всего года. Защита наставит на прекращение дела против «крабового короля» в связи с его кочиной. Что не сделаешь ради того, чтобы сохранить свои 400 миллиардов рублей? Да, то же самое. Кстати, я по этому поводу говорил, что, допустим, заявление Валерия Дмитриевича Соловья о том, что Путин умер 26 октября, это фактически его отмазать от ГААГи и отмазать от всей ответственности за все то, что он устроил в Российской Федерации. То есть, видите, это не первый человек, который себя хочет похоронить или которого хотят похоронить, чтобы отмазать его от юридической ответственности за то, что он совершил. Ну что же, Сергей Олегович, безумно вам благодарен за этот интереснейший эфир. Спасибо вам. Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России, был сегодня вместе с нами на Политека. Друзья, напоминаю, не подписаны на Политеку. Пожалуйста, подпишитесь. И также прошу подписаться на авторский аналитический канал Сергея Жирнов в Ютьюбе. Берегите себя. До новых встреч. И спасибо, что вы вместе с нами. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok